Дорогие братья и сестры, любое собрание членов Церкви нашей и вообще Церкви определяет несколько групп присутствующих здесь людей. Дорогие братья и сестры, каждое собрание такое, в каждом собрании, такое, как наше, на przykład, то существует три группы людей. Первая группа – те, кто заключили завет с Господом и являются членами Церкви и са членами уже сбору. Вторая группа – присутствует людей, которые находятся в стадии принятия истины, может гости наши. А в другой группе – это люди, которые уже как бы перед хрштем, могут быть наши гости. Ну а третья группа, которая может быть многие годы присутствует в Церкви и находится в состоянии осмысления своего. А до третьей группы налижают люди, которые уже через много лет стоят в зборе, в костиле и целый час думают, что нужно принимать хрест. Такая нейтральная позиция, которую занимает... То есть такая позиция независимая, которую те люди занимают, так? Но вот когда человек приходит к Богу... Появится вопрос духовного совершенствования. То есть вопрос духовного совершенствования. Когда человек находится в мире... Когда человек, например, находится в мире... Он не так часто задумывается, насколько я духовен. Не так часто мыслит над тем вопросом, czy я jestem духовен и на сколько я должен возрастать. Или я должен быть добрее, праведнее. Чи я муссо быть более szczерый, такой справедливый. Это крайне редкое явление в неверующей среде. Это очень редко можно встретить в таком среде людей неверующих, если мы так говорим. Но когда человек приходит к Богу, у него обостряется чувство совершенствования, духовного возрастания. А когда человек приходит к Богу, то чувство духовного возрастания просто нарастает, так? Он думает над этим. У него может быть преувеличенное, такое гипертрофированное чувство вины. Может быть... может также иметь такое звеньшенное чувство вины. За свой грех, за свои поступки в прошлом, в настоящем. Почувствие вины может быть, как бы, полегать на своем греху, так? На том, что сделал в прошлом, в прошлом. За свои качества характера. А либо, например, за цехи характера может быть... И возникает проблема внутреннего напряжения и переживания человека за это вопрос. И появляется такой проблем внутреннего, как бы, такого смартфения через те вопросы. Большинство религиозных систем или религиозных практик предлагают самоусовершенствование. Большинство таких практик религиозных пропонуют, как бы, самодосконаление себя. Они предлагают, чтобы человек боролся, достигал, самоусовершенствовал себя. И те практики, ваще, пропонуют, чтобы сам человек боролся и удосконалил сам себя. Но они говорят, что Бог будет помогать тебе, Бог будет поддерживать тебя. А также говорят, что Бог будет тебе помогать и поддерживать себя на твоей дороге. Когда человек сталкивается с божественной истиной и праведностью, И естественно возникает потребность его внутреннего изменения. И, конечно, появляется такая потребность внутренней перемены. И существуют два пути направления этого изменения. И есть две дороги, два направления этой перемены. Помните этого богатого юношу? Когда он соприкоснулся с праведностью Господа Иисуса Христа. Какой вопрос он задал Христу? Он спрашивает у него, что мне делать? Большинство из нас, когда мы приходим к Господу, мы начинаем задавать ему вопрос, Господи, а что я должен делать? Что я должен делать, чтобы спасти? И фарисейский подход показывает нам, да, вот ты должен делать это, это, это и это. И вот здесь начинаются большие проблемы. У большинства людей, большинства присутствующих здесь. Противостояние наших духовных целей и наших возможностей. И начинается внутренняя борьба, внутреннее переживание. Человек хочет измениться. Человек хочет быть соответствующим тем стандартам христианским. И хочет отвечать этим стандартам христианским. Но его практика жизни была совершенно другой. Но практика жизнью была совершенно другая. И здесь начинаются страшные внутренние переживания, когда человек живет двойными стандартами. И здесь начинаются такие внутренние смертвения, когда человек только приходит к Богу, он находится в стадии эйфории, такой радости. И в этом моменте, когда человек приходит к Богу, он есть в таком состоянии эйфории, такой радости, задоволения. Но время проходит и начинаются христианские будни. Но час мия и начинается такое такое христианское христианское повседнее. И суть проблемы заключается в том, что очень часто мы как бы ожидаем помощи от Христа. Мы как бы ожидаем помощи от Христа. И мы сами пытаемся быть Христом. Своими силами. Своими возможностями. Своими возможностями. И мы пытаемся бросить вызов дьяволу. И мы стараемся так как бы ручить такое вызвание дьяволу. Мы стараемся своими собственными силами победить дьяволу. И стараемся своими собственными силами победить дьявола. И в этом самом деле тоже не понимаем, потому что мы дьявола победить не можем. Дьявол уже лишен силы. Он уже победил Иисусом Христу. Он уже занимает положение победительного. Но мы продолжаем упорно идти путем самодостижения. И пять лет, десять лет, двадцать лет мы просим, Господи, у меня вот такой недостаток в характере. Мы просим Его, Господи, ну помоги мне исправиться. И получается очень странная картина. Странность заключается в том, что я все делаю, а Бог у меня в подмастерьях бегает. Знаете, как вот каменщик кладет кладку кирпичную. Есть мастер, который кладет. А есть подмастерья, который приносит раствор, кирпич подает. А то есть такой, например, хлопок, который приходит и помогает. Там что-то заправе принесет, кирпич принесет. Так вот, когда мы просим, Господи, помоги мне. И когда просим, Боже, поможь мне. Мы ставим Его в состояние подмастерья. То есть мы ставим такого, как бы ставим Бога, в послах, как бы такой такой особи, которая помогает. Мы все делаем, а Он помогает мне. Мы так на правде все делаем сами, а Он только помогает. Мы должны понять, что этот подход издаленно крайне опасен, негативен. Мы должны понять, что такое подъйсие до этой справы, так, есть, так, как бы, недоброе, невластивое. Вы знаете, что очень, очень тяжело переносит процесс совершенствования молодые люди. Как правило, родители, церковь, ставят определенные моральные, этические нормы для молодых людей. Засады ваших родителей, czy, например, сбор, тоже ставят такие, как бы, нормы моральные и этические перед людьми молодыми. И родители используют систему запретов. Вот это можно, это нельзя. И вот мы говорим людям, что можно, а что нельзя. И мы говорим, что вот это плохо. Мы говорим, что это плохо. Но вопрос заключается. Показываем ли мы, учим ли мы людей, которые приходят к Господу, путь, каким образом они могут усовершенствовать. Но вопрос, что мы показываем этим людям, и учим их дороги, так, в какой способ они могут быть доскональными. Даже когда мы смотрим на 10 заповедей, которые мы имеем в переводе. То даже перевод заповедей, 10 заповедей попал под какое-то немного искривленное, может быть, так сказать, если помягче состояние. И мы тоже имеем эти 10 Божих приказа в тумачене, так, читаем в языке польским. И также это тумачение может быть немного, так, легко, может быть мы говорили, измененное, так. Например, заповеди Божии, закон Божий написан, особенно вторая скрижаль, в, если мы говорим о глаголах, глаголах действия. И, например, Божие приказания, например, вторая скрижаль, да? Другая часть, например, есть там мова тоже о часовниках. То мы говорим, допустим, не убивай, не прелюбодействуй. И мы говорим, например, не забивай, и так далее. Так, это глагол настоящего времени, действие настоящего времени. Сейчас, запретный глагол. И то есть часовник, часу теращейшего, так, не забивай в той chwили. То есть это запрет, нельзя делать этого сегодня, сейчас. И то есть не позволение, как бы не можно так учитывать сегодня. Но когда мы смотрим оригинал, который говорит нам, не будешь убивать. Но тоже в оригинале, когда читаем, то там есть написано, не будешь забивал. Не будешь прелюбодействовать. Как бы прелюбодействовать? Не будешь. Глагол будущего времени. То есть это часовник, как бы, прошлого времени. О чем это говорит? Это говорит о том, что должен быть в нашей жизни процесс отношений с Богом. И мы не можем сразу быть совершенными. О чем это нам говорит? Это говорит нам о том, что мы в нашем, как бы, жизни и в отношениях с Богом, то есть такой, как бы, процесс. Так, мы не можем сразу переменять. Мы должны находиться в процессе Богопознания. Мы должны, как бы, находиться в процессе Богопознания. И сила Божия, Божественная сила должна совершать во мне это изменение. И, в общем, то сила Божия, так, Божия сила, так, может меня, так, в мне она может работать. Мы не должны быть Иисусом Христом. Мы не можем быть. А также не можем быть Иисусом Христом. Мы должны, Слово Божие говорит, облегчиться Иисусом Христом. Мы должны, как бы, прикрыть себя, так, Иисусом Христом, Его шатом. И тогда, когда мы хотим быть любвиобильными, то мы, как бы, облегчиться, Господь делает во мне это. То, когда мы хотим быть сострадательными, когда мы хотим быть сострадательными, но сочувствовать другим людям. Когда мы хотим быть сострадательными, когда мы хотим, чтобы, как бы, облегчиться, для других людей, то нужно было бы позволить Иисусу Христу это в нас. То нужно позволить Иисусу Христу это в нас. Потому что, как Он сочувствовал, как Он воскарбил, никто так не может сострадательными. И если мы хотим быть щедрыми, то мы должны также облегчиться в характер Христиан. Мы должны понять одну простую истину. Мы должны понять, что жизнь христианин не заключается в том, чтобы стиснув зубы соблюдать заповеди Божьи. Она не заключается в том, чтобы стараться всеми силами прожить добропорядочную жизнь. Жизнь христианин не полега на том, чтобы с всеми моими силами стараться прожить такое доброе życie христианин. И чтобы... не полега жизни христианин на том, чтобы стараться просто выполнить Божую волю. Христианство это такие взаимоотношения с Богом, которые способны изменить жизнь человека, которые имеют на цели и могут заменить, переменять жизнь человека, утвержденную Духом его, во внутреннем человеке. Дух Божий дает нам внутреннюю силу. Это цитата из советов для церкви. Это цитата из кс. Ellen White. Религия Христа подразумевает мне внешнюю форму измененного нашего действия, нашего характера. Религия Христа не имеет внутреннюю форму христианин, так? Религия Христа это не просто прощение греха. Религия Христа это не означает, что мы в субботу оделись красиво, надушились, пришли сюда и внешне у нас все прекрасно. Религия Христа это не то, что, фан, убежем, 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 так? Придем в саббат, пахнет хорошо от нас и тут jesteśmy, так? То не есть то. Она имеет в виду божественное просвещение. Религия Христа христа имеет на мысли так просто боскую перемену и радость в Боге, которая присутствует в нашей жизни. Это освобождение от эгоизма, нашего эгоизма. То есть освобождение от нашего własного эгоизма. Я думаю, что вряд ли каждый из нас может самостоятельно привести себя вот в это состояние. Я думаю, что мало кто из нас, а может жаден из нас, не может себя допровадить до такого состояния, так? Какой же выход с положения? Какое есть выжие? Вы знаете, общаясь особенно с молодыми людьми, да, и с пожилыми, и разного возраста. Видите, когда я разговариваю с людьми молодыми, а также с людьми в подошлом веке? Оказывается, это большая проблема для многих людей. Отказуем, что это большой проблем для многих людей. Мы находимся в церкви, но у нас нет радости общения с Господом. Но мы не можем как бы радости со стасунком с Богом. Мы стараемся выполнить что-то. Мы стараемся выполнить, спеунить мы стараемся изменить себя. Но мы не можем этого достичь. И это приводит, вот этот dualизм, вот это двойное состояние психологическое приводит к болезненному состоянию психики. Допроводит нас до такого хорего состояния психичного. И сейчас вопрос, чего мы потребуем тут? И, исходя из священного писания, мы нуждаемся в том, чтобы находиться во Христе. И, смотря на то, что выходит из Писма Святого, мы потребуем находиться во Христе. У апостола Павла есть понятие «прибыть во Христе». А апостол Павел там тоже так пишет, что мы должны быть в Христе. В Ветхом Завете концепция есть «ходить с Богом». В Старом Тестаменце такая концепция, чтобы «ходить с Панем». И слышать Его голос. Ходим ли мы с Господом? Чи мы ходим с Богом? Прибываем ли мы во Христе? Чи jesteśmy в Христусе. Понимаете, не в доктринах, не в психологии. Понимаете, не в теологии, не в психологии, так? Не в философии, не в этом зале, не на этой сале. А вот когда мы живем обыденной жизнью. А вот когда мы живем нашим таким повседним жизнью. Где находится Иисус Христус? Где есть Иисус Христус тогда? Во мне? Чи есть Он во мне? Или моя жизнь разделяется на момент, когда я прихожу к Господу, обратился и на этом заканчивается моя религиозность. Очень важно, чтобы нам было понятно, что сама усовершенствованию нет альтернативы. Она невозможна. Мы можем понять, что самодосконалостью не имеет таких альтернатив. Она не есть, как бы, это не позволяет. Все содержится в Господе Иисусе Христе. И суть борьбы нашей заключается, и суть победы нашей заключается не в том, чтобы себя усовершенствовать. И седло нашей walkи, так, и нашего завистия не полега на том, чтобы мы должны сами удосконалить. Суть борьбы нашей заключается в том, чтобы мы с вами ежедневно обликались в полноту Христову. Седло этого преимущества и борьбы полега на том, чтобы мы ежедневно убирали в эту шату Христову и чтобы Христов был в нас. Как Иаков говорит нам, покоритесь. Так, как Иаков говорит, упокорьте себя. Покориться Господу. Упокорить себя перед Богом. Чтобы Господь был не подмастерьем у нас, а чтобы Господь совершал во мне дело строения нас. Чтобы Бог не был кто-то, кто нам только помогает, так, чтобы Он выполнил это дело преимущества и добрости. Если мы идем другим путем и просим Господи, помоги. Если мы идем другим путем и мы просим Его, Боже, поможь. Мы идем путем разочарования. То мы идем другим путем разочарования. Мы падаем. Мы снова умоляем Бога. Мы просим. Мы одно исправили. Другой грех вылез с другой стороны. И тогда Бога просим, чтобы нас изменил, потому что pewен грех направили, и другой выскочил, и так далее. И мы постоянно находимся в состоянии в состоянии вины, чувства вины. И тогда целый час находимся в таком состоянии вины. Ничего не можем с этим сделать. Еще одна интересная цитата, на мой взгляд. Многие позволяют себе сосредотачиваться на своих недостатках. Многие позволяют себе концентровать себя на своих проблемах. Будто это является добродетелью. Однако это мешает им приходить к Иисусу с полнотой веры. Мы должны чувствовать свое несовершенство. Мы должны чувствовать свою недосканалость. Для одной только причины. Только для даже одной правы. Чтобы понять и принять нашу необходимость идти к Спасителю. Чтобы понять и принять нашу необходимость идти к Спасителю. Который является нашим совершенством. Который и есть нашим досканалостью. Наши недостатки наши это факт. Наши недосканалости сон фактом. Поэтому праведность Иисуса Христа, достоинство Иисуса Христа является безусловным. Поэтому, дорогие братья и сестры, суть борьбы нашей заключается в том, чтобы находиться в тесных, постоянных взаимоотношениях с Богом. Поэтому, дорогие братья и сестры, седло нашей борьбы состоит в том, чтобы все время быть в связи с Иисусом Христом. И в этом суть нашей борьбы. И именно на этом состоит в том, чтобы мы были обличены во Христа. Чтобы мы были как бы прикрыти Его справедливостью. Потому что только один человек на этой земле, который воистину бросил вызов дьяволу и победил дьяволу. Наша битва – это битва веры, а не битва моих усилий. Наша борьба – это борьба нашей веры, а не борьба моих возможностей. И суть Евангелия заключается в том, чтобы я принял Иисуса Христа. Да, мы можем находиться в среде христиан. Так, мы можем быть в среде христиан. Но Христос будет очень далеко от реалий нашей жизни. Но Христос будет очень далеко от нашей веры. И я должен прийти к тому состоянию, когда осознаю, что жизнь Иисуса Христа является моей жизнью. Я муша дойти до такого стану, что я разумею, что жизнь Иисуса Христа является моим жизнью. И суть молитвы нашей должна быть – не помоги мне Бог. И седло наших молитв может быть так – не поможь мне, Боже. А Господи, возьми меня, войди меня и совершай вот все, что Ты считаешь нужным в моем деле спасения. А только, Боже, везь до мне, так, и делай все, что Ты считаешься в моем жизни, чтобы я себя изменил. И мы должны бороться за утверждение веры внутри меня. И мы должны бороться за утверждение веры внутри меня. А дьявол хочет направить меня, вас, чтобы мы боролись за грехом. Не победите грех. Не победим мы грех. И мы знаем, что не выдерживаем греха. Вот представьте, что кто-либо из нас не делает никаких плохих поступков. Выбирайте себе, что кто-либо из нас не делает никаких плохих поступков. Вот в этом состоянии природном для нас. Все работают хорошо. Остаемся ли мы греховными? И сейчас в том самом состоянии, если мы грехи, или нет? Остаемся. Так, очевидно. Остаемся, потому что наше тело есть грехное. Поэтому суть проблемы заключается не в том, чтобы мы совершали добрые дела. Суть проблемы заключается в том, чтобы эти добрые дела были естественны внутренним. Потому что апостол Павел говорит нам, что когда мы находимся в тесных отношениях с Богом, тогда он дает нам и хотение, и действие по своей благодати. Когда мы пытаемся своими собственными силами добиться успеха в совершенствовании себя, мы с вами проигрываем эту битву, потому что мы боремся с дьяволом. И так, если мы боремся с нашими недостатками, если мы стремимся к победе, то победа возможна только в покорности Богу. Поэтому сегодня призыв ко мне, как каждому из нас, покоритесь Богу. И Он вознесет нас. Иными словами, встаньте перед Богом на колени. Иными словами можно сказать, что нужно встать перед Панем на колени. Это единственный путь, встать на ноги. Единственный путь, это покорность Господу, отдача Ему. Единственный путь, это покорность Господу, отдача Ему. И покорность Богу приносит нам естественную победу в нашем духовном возрастании. И та ваша покора перед Панем да нам такое правдивое преимущество. Пусть Господь благословит нас на пути духовного усовершенствования. Нех Бог нас благославит на этой дороге духовой досконаłości. Чтобы мы могли понять одну простую христианскую истину. Чтобы мы могли понять одну простую, христианскую истину. Не пытайтесь победить дьявола. Не старайте себя завистиг дьявола. Не ставьте себя на место Иисуса Христа. Покоритесь Господу. Это все, что нужно сделать. Стремиться, чтобы вера была реальностью нашей жизни. Реально облечься в Господа. И Господь поднимет нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...